Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Такая информация была огучена сегодня подчас брифингу в Гомеле. Сгодна с информацией инспекции по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области, зараз что день отповедный сбор платят до 250 жихаров региона. Разом с тем, у нее осенние изменения у декрет номер 3 об попередживании социального утроманства, продуглеживая шерох нововведений, які уже применяются на практице. У приватности на три месяцы протягнуты термин оплаты по выниках 2015 года. А про чатаго изменены подыходы по наличению выплат для некоторых категорий грамадян. Перенесены сроки уплаты и вручения извещений за 2015 год. То есть декретом номер один установлены новые сроки. Это срок уплаты не позднее 20 февраля 2017 года. Кроме того, местным органам власти дано право освобождать от уплаты сбора физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также дополнен перечень лиц, которые освобождены, попали в перечень, не являющиеся плательщиками данного сбора, в частности, лица, проходящие альтернативную воинскую службу. Тоже послабление в отношении индивидуальных предпринимателей. Ключевым моментом является осуществление деятельности свыше 183 дней, независимо от суммы уплаченных им налогов. Ну вот это основные моменты, которые внесли изменения. А проча податковой инспекции, пытаниями выплаты сбору на Гомишине теперь будут займаться комиссии, которые створаются при райвы канкамах. У их состава будут включены специалисты разных сфер. Задача таких комиссий – предоставление льгот по выплате сбору людям, которые оказались у складанной житевой ситуации. А проча того открываются специальные телефонные гарачи линии, и они будут працевать в рабочие дни с 10 до 12 годин. Номеры телефонов можно знайсти на региональной сторонце сайта Министерства по податках и сборах, а так само сайтах мясцовых органов УЛАДы. Дарайше усяго, поведомления об финансовании державных расходов отримали крыху больше, как 90 тысяч жихаров в области. Эти прямые линии будут проходить до 1 марта ежедневно. По итогам мы посмотрим форму работы данную, либо, может, продлим в дальнейшем. И, конечно, все эти поступающие звонки, ответы на них обобщим, систематизируем и постараемся довести до населения через средства массовой информации. На сегодняшний момент уже 5,5 тысяч у нас физических лиц освобождено. То есть они подали соответствующее пояснение документы. Мы рассмотрели, приняли решение об освобождении от уплаты данного сбора. Мобильная группа Гомельского гарвы Конкама протягивает проверку предприемства города. Сегодня в центре уваги оказалась одна из газобудовничих организаций. Наглядяши на выявленные недохопы, в целом ситуация оценена как достатково задовольняючая. С выниками проверки ознайомился Олег Синтеров. Мобильная группа Гомельского гарвы Конкама выезжает в рейды по 2-3 раза на тыдень. Причем конкретных адресов проверок большая часть членов группы не ведает до последнего момента. Это выключая максимальность попереджения керавництва предприемств и робить проверки с оправдой эффективными. На этот раз в центре уваги акционерное товариство Гомельгазбуд – основный вид деятельности будовництва газопроводов. При этом у администрации не утуевают. Сегодня экономичная ситуация на предприемстве не самая лепшая. Середняя зарплата за опошний месяц усягует 320 рублев, что уплывные ступени можно растолмажить скорочением объемов работ. Наша основная работа предполагает собой выполнение земляных работ. То есть работа с грунтом. На сегодняшний день земля замерзла. Соответственно, работать тяжело, хотя мы сегодня выполняем работы и в Минской области, в Минском районе выполняем, строим газопроводы. Но это значительно тяжелее, чем бы это было летом. Гэтае предприемство мобильная группа проверяла прикладно год тому. После чего тут отрымали целый спецпредписание. Зараз головная задача – проконтролевать ход их выкананием. И перша черговая увага к пропускному режиму и работе проходной. За увагу шмат, и бэда и самая головная – отсудность неопходного контролю. Размова об дисциплине отрымливая протяг у одним со структурных подразделений. Рабочие перекананы, официальный початок змены, гэта час, колеяны повинны только заявиться на своих працонных местах. Ясчай некакие десятков хвилин необходно, как на справе проступить до выканания своих непосредных обовязков. Словы членов мобильной группы «Жывем, як працуем» застаются без комментариев. Ясчай одна за увага – тэчца техники безпеки. Противогололёдных мероприятий. Этой зимой уже не единожды инспекции труда приходилось расследовать несчастные случаи на производстве, которые произошли именно из-за того, что не обеспечено проведение противогололёдных мероприятий. Разум с тем, значных проблем мобильная группа «Гар-Ваканкама» на гумель-газбуде не констатуя. Высилять им разе для ликвидации выявленных недохопов. Виадеки финансовые затраты непотребны. Самое головное пожелание – тэчца повышения зарплаты к реху больше 300 рублей в месяц – явно не той узровень, яким можно гонориться. Именно заработные платы. Не платы, а заработные платы. Вы понимаете, о чём идётся речь, потому что на том уровне, на котором она в декабре – это очень. Поэтому желательно, чтобы в ближайшее время, месяц-два, как результат повышения производительности труда, повышение заработной платы, выработка работающего, и как результат повышение благосостояния работников, работающих на этом предприятии. Ну, если нет замечаний, значит, рекомендации будут высланы. Затрат финансовых на сегодня не требуется. Это значит, делается вывод, что те замечания и рекомендации, которые были, были исполнены, и обмана не произошла. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гоми». Протягиваем выпуск. С первых алютах в Беларуси взрасте по мер допомоги по догляду детей во взрасте до трех годов. Для его разлику с первых алютах по 30-е кроссовика применяется по кашек среднемесячной заработной платы 746 рублей 80 копеек. Таким чином, с наступного месяца, что месячная допомога на первое дитя в складе 261 рубль 38 копеек, на другой и наступных детей – амаль 299 рублёв. На дитя инвалидов во взрасте до трех годов больше, как 336 рублёв. До двух годов обмежевания воли погражает Жихару Чачэрска за подробку медицинской доветки для ДАИ. 52-годовый мужчина, каб вернуть талон до водительского посвечения, продъявил медицинскую доветку о придатности до кирования транспортным сродкам. Але документ выкликал подозрение у супрацовников. У двух графах дата выдачи доветки и термин зеяния были выправлены першопочатковые личбы. Гэтый факт подтвердило заключение эксперта. У дочинений до неудачливого водителя узбуджена криминальная справа. На Гомишине доповнены спис ручной поклажи, якую можно провозить у громадским транспорте без оплаты. Нагадаем, плата за провоз ручной поклажи на Гомишине уведена у Снежни минулого года. Месяц работы выявил пэлные проблемы, які выкликали незадовольнение у пассажиров. У приватности у першопочатковым варианте от доплаты вызволялися дитячые трехколовые велосипеды, коляски, самокаты, инвалидные креслы. Теперь по просьбе Жихара у региона в гэтый спис уключены таксама лыжи, вудочки, зброя у чахле, дробный садовый инвентар. Головная умова по мере перевозимой поклажи у сумме даужыни, вышыни и ширыни не повинны перевышать 120 сантиметров. А про чатаго бесплатно можно перевозить собаки и инших домашних живел, коли гэта не суперешить правилам перевозок. При этом у Гомеля была Утотрансия упевнивает, что кондукторы и водители будут максимально уличивать интересы пассажиров. Дабы смягчить где-то ситуацию в плане общения наших работников с людьми и объяснения им нашей позиции, нами проводится работа с кондукторами, с водительским составом, чтобы в каких-то спорных, конфликтных ситуациях кондуктор тоже или водитель переходил на сторону пассажира и не взимал все-таки оплату за ручную классу. Информационный потенциал науковой громадской стерегиона сегодня презентовала областная библиотека. Круглый стол собрал представников 13 научальных и науково-доследших установ. Науковцам и доследчикам представили махчимости библиотеки и пропоновали суместные выдавецкие проекты. Подтримка науки – одна из головных задач областной библиотеки. Установа пропануя больше, как миллион разных носьбитов информации, как другаванных выданял, так и электронных ресурсов. При этом фонды постоянно пополняются. Мы надеемся, что наши ресурсы покажутся интересными нашим партнерам. И у нас будет какая-то интересная совместная работа. Будь то создание может быть баз данных, потому что наша библиотека уже не один год работает для учреждений и предприятий нашего города, создает полнотекстовые базы данных по их истории. Я думаю, что нам есть что предложить. До следующего года науки в Гомельской областной библиотеке появится и науковое кафе. Оно должно стать открытой плясовкой, на которой молодые науковцы смогут встретиться с авторитетными учеными, задать вопросы и огучить свои идеи. Первых наведленников науковое кафе состоит в ближайший четверг. Сегодня в Гомеле прошел финальный городский этап республиканского конкурса «Настауник года Республики Беларусь». Отборочные туры стартовали у Снежни минулого года. В областном центре своей силы у них выпробовали 33 наставники. Дистанционное тестирование, заводчное предоставление своего вопыту. Поспехово передовлить это выпробование и дойти до финала смогла только полова удельников. Перед судейской комиссией педагоги проставили свое майстерство в оденье уроку. Гармоничное сполучение классики выкладания с информационными технологиями – один из главных критериев оценки. Мы-то конкурс ударили не только у выявлений нелепших, а левом активности обмену в опытом. И, как показывая практика, свежие и текавые идеи у сетчастей пропонуют молодые специалисты. Вообще я из педагогической династии, которая насчитывает несколько поколений, как в Беларуси, так и в России. Этот конкурс – это такой хороший методический взрыв, поскольку за короткое время сразу осваиваешь множество технологий. Здесь не имеет значения, какой стаж работы у педагога и какая категория. Главное – его опыт работы, потому что молодые педагоги тоже могут соревноваться в своих знаниях с более маститыми педагогами. Переможцы городского этапа примутю делу областным туры, який стартует 3-го лютого. Лепшая узнагорода для наставника – поспех его ученев. Гомельские школьники привезли три медали с Международной олимпиады по математице и информатице. С поборницей проходили в Казахстане. Город Алматы собрал удельников с 16 краин света. Причем, трапить на олимпиаду можно было только по специальным запрошениям. В Беларуси их отримали две установы – лицей в БДУ и Гомельская гимназия номер 51. Царот больше 100 человек у своих категориях гомельчане показали один из лепших выников. Ягор Дубовик привез латый медаль по математице. Такую жизнагороду по информатице завоевал Федор Карабейников. По гэтым же прадмете бронзовый медаль отримал Улад Масько. Готовился, значит, как к обычной олимпиаде, нарешивал задачи, вот, ну, начиная с за несколько месяцев. Ожидания у меня, наверное, были, что, ну, не было цели конкретно взять какую-то медаль, а выступить по своим силам, вот, но все получилось, как я хотел. Может быть, выступил даже лучше, чем должно было быть. Олимпиада была достаточно высокого уровня, но по сложности все-таки уступает официальная международная олимпиада. Предметы информатики и олимпиады по ней колоссально различаются, и почти все, что у нас на олимпиадах, преподают уже потом в вузах. А олимпиада, ну, по информатике мне нравится, потому что она самая честная, потому что у нас фактически нет человеческого фактора в судействе, то есть решения всех участников тестируются одинаково на компьютере, и человек не может внести свой вклад субъективный. Вина не доказана. Международные арбитражные спорты унесут с дня одногодовые отхиления с Мушинской сборной Беларуси по весловании на байдарках и каноэ. Нагадаем, яно было накладено Международной федерацией каноэ за подозрения у порушения антидопинговых правилов. Увы, неку наша сборная не трапила на олимпийские гульни у Рео-де-Жанейро. Беларуский бок звернулся у Международный арбитражный спортивный суд у Лазанне. Некольки дзен тому антидопинговое агентство Франции закрыло расследование у относенных до беларуских весляров. Означается, что суд задоволил апелляцию за недостатковых доказов вины. Рашение об дисквалификации обменено. На этом выпуск завершенный у студии працава у Александра Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи!